Дальше. Так, Республика Беларусь, Олег, добрый день. После ревизии абрикосов прийти на специальный юго-восток Беларусь. Если бы знать, я бы походил бы, если я здесь столько нагляделся. Я же рассказывал, как я у меня, он уже все, уже у меня прекрасный абрикос, уже соседка Константинович, у меня абрикос мертвый стоит. Уже вот такой штаб, уже вот такой вот, уже два года плодоносил, и вдруг мертвый, она все буквально в горе. Прихожу, становлюсь на колени, там еще в траве не видно, разгребаю траву. Вот такая вот ямка, как стакан, вот такой глубины, вот такой ширины торчит этот самый, вот этот самый, вот так торчит, вот такая ямка, только вот такой вот. Вот, и я смотрю, еще вот эта ямка, как потом еще выше вот такая. Я смотрю, белые, белые кружочки, они как бы, ну как бывает, когда высыхает что-то, и получается кружочек выше. Ну, кружочек, ну, выглядит как это, как ровненько, а одна вот эта. Вот это такая вторая, третья, третья, пятая. Вот, и дерево мертвое, и тут до меня дошло. Я насчитал 8 кружочек, это 8 дней ночей, ночью замерзало, а дни вытаивало, и оставлял вот такой белосый свет. потом я догадаюсь что я сделал я взял нож а вы знаете что я с этого дня с этого момента стал тем патологоанатомом тысячи ученых гадали на кофейной гуси мне всегда нравится этот пример насколько это правда что католические ученые когда-то проводили настоящие публичные дискуссии на тему сколько чертей уместится на конце иглы нам это преподавали может как мы же научно-теизм мы же все атеисты может быть это звучало как бы издевательство как будто может кто-то это и придумал а вот и правда спорили сколько же чертей на конце не уместится я представил себе черта он сидит на конце иглы а второй куда поместится вопрос ответ один а почему что это дискуссия чего-то я не знаю я чего-то не знаю видимо у чертей есть такая особенность какая-то странная я бы сказал какая-то характеристика их состояния то ли виртуального то ли они живые из мяса и костей если мясо и костей то один черт уместится второй не по месяцу вот это и вот здесь примерно то же самое начинаем гадать 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 вот и получается что значит догадался же я что взял нож уже пока поколебов увиделся что там ниже уровня земли там где вот все вот эти вот полосочки это как бы высыхало и получалось может быть соль так проявлялась и тогда до меня дошло тогда я взял нож нарезал снимал кору и смотрел а там внизу сгнило все вот только потому что у нее вот это было вот это вот 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 мне хватило одного раза одного а потом уже проси повтори а потом вспоминаем сколько я за 248 вебинара сколько я натворил сколько раз говорил погибает там у груш особенно и у абрикосов именно у груш листья желтеют чернеют желтеют чернеют абрикосов желтеют но не чернеют а отсыхают вот становитесь на колени разгребайте в самом начале этого вебинара реальный случай настоящий я ничего не выдумал я не высасывал из пальца меня женщина поблагодарила за то что я нашел повод причину почему у нее как спасти ее от этого самого там взять у нее склон есть канавку откопать вот все началось вот того случая вот но так как сейчас до сих пор большинство абсолютно учит садить вот эти самые причем те же груш те же абрикосы ну что будем продолжать а вот а тут Беларуси что я могу сказать ну что мне так обидно мне хочется беларусы там же климат лучше нашего с абрикосами проблемы есть чуть потепление прощай урожай это есть но они погибать то не должны понимаете и дело в том что для каждого климатической зоны обязательно найдутся свои свои абрикосы помните еще раз вот она прибалтика вот такие вот унизили абрикос пусть вот такие вот плоды посильнее но они ценнейшие плоды ведь эти абрикосы от мальжурских абрикосов которые тут в горах они как раз и спасают от рака а так как ни хрена не умеют выворачивать никто их не использует даже как лекарство так видите как все в один хлопок так и что получается Олег из Белоруссии картина печальная мне бы туда это пригласил помните я высылал это свои материалы Лукашенко лично правда он их так не увидел ответ получил казенный спасибо молодцы ваша книга так дачникам нужна а вот промышленная что у нас обрезка это является регламентом тут вы не смеете тут вы уже не суетесь мы как резали так и будем резать а вам спасибо ваша книга хороша для дачников только для белорусских дачников никто мне ни копейки не дал тот же этот самый похвалили Министерство сельского хозяйства Белоруссии мою книгу и все на этом а вы где хотите деньги берите вот так получается и теперь получается взял бы меня Лукашенко а вдруг бы сказал бы а давайте-ка приезжайте Олег Алексеевич меня же в Киев приглашали за несколько дней до этого как называется сейчас помню до Майдана меня пригласили в Киев это была серьезная организация которая сказала оплачиваем проезд платим гонорар оплачиваем гостиницу проведите серию лекций это был Киев можно же это в Белоруссии а вдруг бы поехал правда а я бы не просто проехал я бы сказал дайте мне машину дайте неделю я вам скажу почему у вас вот то что вы написали картина печальная а вы же не знаете почему печальная потому что ваше министерство сельского хозяйства написало как калечили перевожу на нормальный язык как калечили и таки будем калечить вот извини Олег наболело Наталья Пилипенко добрый вечер Сергей Константинович ну он испутал а Сергей Валерьевич есть Иван Еликосинович это имя от моего сына а значит Константинович а осень от меня я заказал у вас сына Сергея Персикасанского на осень посадить как не посадить на холм не укрывая либо под наклон потому что зима впереди чтобы не замерз Наталья ничего про вас не знаю и где вы живете не знаю вот я специально при вы помните о том какая фотография как это через пень колода так через этот как можно сделать его лежачим практически но так чтобы он не гнил помните там это одна из первых фотографий сегодняшнего вебинара там была этот самый через через бревнышко переделана вот это вам решать хотите рискуйте хотите нет даже полностью ухрытие персик это еще не обязательно я однажды угробил и больше не смог вернуть персик киевский ранний вот я его положил на бок тогда морозы отвечали каждый год за 40 ну на время что вы думаете я взял накрыл телогрейка прям под ней сгнил тогда еще дурак дураком был вот конечно сгниет вы понимаете телогрейка накрыл а дальше пусть снег валит просто накрыл телогрейка был туда полутораметром я на бок положил и телогрейка и все и остался без этого без этого знаменитого санта киевский район телогрейка накрыл такой же вы сами решаете как дальше быть покрывать не укрывать так сеансы бросков вымокли ну-ка 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 алек рб сеансы бросков вымокли матер чай форма 7-1 остался обрекоз жерделе трехлитный жердели на мои бай на жерделе не выдержали все мало воде весной адах воде весной остались форму бай наклонного подвоя и воина но я не думаю сдаваться все скажу помните этот самый анекдот тоже немножко приводный пункт ну что я скажу граждан судья я сейчас хочу вот таким вы не думайте сдаваться ну что мы заканчиваем что по времени по времени прошло ровно 3 часа я хотел еще пару вопросов рассказать как спасать свое здоровье но время кончилось в следующий раз может быть замани у вас чтобы еще не бросали это все приятно было когда количество участников не влазило в отведенные нормы некоторые даже попасть сюда не могли но ничего прорвемся зимой народу будет я думаю это временное явление ну и потом кто еще когда расскажет если я единственный на планете говорю что секатор прививочный это талантливая вещь но кончается 100% этим и вот подтвердили еще подтверждено еще подтвердено но как кто кроме меня упредит все давайте заканчивать не забывайте семена заказывать по крайней мере сейчас дождетесь осени мне знаете как вот у меня абрикосы два раза крупнее просто это они уже вовремя не показал они уже подгнили вот два раза крупнее этих там 120 грамм средний я тогда думаю о вас косточки этих самых супер абрикосы у вас по 30 рублей продавать косточку и те же продавали косточку по 100 рублей никто не обижается мне тогда мезином прислал 706 чтобы помнить еще по ссылке терялось дороги вот ну незаконно господи какое чудо как я думаю твердый абрикос чтобы хруст чтобы хрустели невиданный вкус и вот я к чему говорю это фаина запомните круглая форма только у нее только у нее я никогда не скрываю нет фаины не заработаю есть косточки будут ваши помните Карташова Катюха где она вырастила шокарные плоды вот так что давайте пока дешево сейчас 15 рублей это ладно я его удвоил так шокарный жест можно сказать рекламный трюк да и не жалко ну а вы оказывается сейчас пока по 15 рублей а не по 30 до свидания друзья все ровно три часа отчего заработала была бы польза так осталось мне да вот как это выбраться останавливать трансляцию до следующего вебинара 7 дней 2 3 3 2 3